19 января в день Богоявления в храме Рождества Христова в завершении Божественной Литургии состоялся традиционный крестный ход на реку Кубань. Священство в сопровождении хорубеносцев, мужского хора и прихожан проследовали к берегу реки. После совершения молебна и молитвы на великое освящение воды, троекратного погружения креста в воду под пение тропаря праздника, состоялось освящение в воду реки Кубани, а затем окропление верующих святой водой. В этот день вместе со священством храма за богослужением молился наместник свято Михаила Афонской за Кубанской пустыни Игумен Герасим. Господи, во всех, я же вас дадим. И сегодня замечательный праздничный день. Батю, у вас от всей души, праздник, воскресняк, поздравляю с крещением Господним. Сегодня и сама погода, она как бы сами зарадуется, и с родушкой трижды, а может трижды, по трижды, во время чина. И сегодня я почему-то, у меня ощущение было, что я стою сегодня на реке Абрама в Царине. Несколько это забывается в этом месяце, то мы, некоторые впечатления, ощущения, они остались, но все же, и вот сегодня у меня было четкое, ясное ощущение. Я стою на реке Абрама. Ваши праздник на всех прихожан, много всем благая лета, здоровья. Многие верующие пришли в праздник крещения Господня в храм, для того, чтобы осветить воду и принести в свои дома святыню, великую агиасму. В этот праздничный день все желающие могли угоститься блинами с чаем, пирожками и вкусным шашлыком, и радостно провести время. На берегу реки Кубань, в специально оборудованном месте, при соблюдении мер безопасности и под наблюдением сотрудников МЧС, многие окунулись в реку. Мы спросили, что помогает окунуться в холодную воду реки в день Богоявления. Вера в Бога, в первую очередь. Очищение души и тела, это очень хорошо, уже 16 лет я каждый год. Вера православная. Иногда можно услышать мнение, что в крещенской Ордане можно смыть с себя все грехи. Но очиститься от грехов помогает не вода, а Господь через таинство исповеди. Важно помнить, что в этот день главное, конечно, не вода, а Бог. И приходя на праздничное богослужение в храм, мы прежде всего идем на встречу с Богом, прославить Господа и поблагодарить Его за то, что в этот день освящает естество воду за благодать, данную нам. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Крещения. Поистине, сегодня Бог подарил нам этот чудный праздник Своего, Явлевития. И мы видим отцом, как соблюдаются божественные календарья. Сегодня даже крещенские и большие морозы. Сегодня выползки желт, и сегодня светит солнце. Мороз и солнце, день чебесный. Бог появляется, и Господь дает нам возрадоваться в этот день, особенно тем, кто приходит в храм, Господь. Особенно тем, кто понимает, что Бог есть, и Он есть Бог. И сегодня мне хотелось бы после этой праздничной божественной литургии и мы благодарим Господа вместе с вами и от всех вас за все. За солнце, за мороз, за снег, за любовь, за жизнь, за то, что видим, за то, что ходим, за то, что руки наши движутся, за то, что легкие наши, лично, за то, что глаза наши, видны, уши, слышны. Слава Господу за это. И выходишь на улицу. Господи, как счастлив ты, что все это имеешь. И по сравнению с кем-то, что у нас уже нет. Ты еще ровешься, ты еще чем-то не доволен. Слава тебе. Вот с этой благодарностью начнешь издеваться из сердца молитвы. Вот это благодарение Господу, это уже есть непристальная молитва. Слава тебе, Господь. Слава тебе за все. Слава за хорошее и за кажущиеся плохие. Потому что ты все равно даже плохое против меня, в конце концов, он обернешь хорошее. Потому что ты Бог любви, и я верю, что ты добрый, что ты связь, и ты связь, и ты источник радости. И там любовь, там всегда радость. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Решения Господа. Хранится в Христос, и мы с Богом довольны все один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова